Каким вам видится удел Лукашенко? Если сейчас Кремль переориентируется, будет всячески пытаться найти союзников в Европе и в Америке, насколько это возможно. Какое предназначение Кремль уготовил Лукашенко, по вашему мнению? Ну, смотрите, здесь такой интересный момент, что пытаются россияне выстроить пояс недружелюбных стран вокруг Украины. Это и Венгрия, это, смотрите, в Словакии начали раскачивать ситуацию о том, что Словакия должна выйти из НАТО. Вот эти же проблемы с Польшей, которые были по зерну. Ну, то есть Россия не остановила свою тенденцию на то, чтобы изолировать Украину, для того, чтобы ее можно было поглотить. То есть, то есть, то, что по линии МИДа и по линии внешней СВР и по линии ГРУ идут как бы так противоположные действия. Кто-то понимает уже реальность, а кто-то еще действует в каких-то руслях, в каких-то старых параде. В этом отношении Беларусь, она, в общем-то, попадает в такую же серую зону, непонятно, что будет. С одной стороны, от Лукашенко требует более скорого транзита власти. А Лукашенко, по всей видимости, планирует все-таки осуществить транзит, но это 25-й год. Путина, насколько мы помним, выборы все-таки на 24-й год. И Путину бы хотелось какой-то подарок преподнести своим дорогим россиянам, в общем-то, перед выборами путинскими. Поэтому, насколько здесь Лукашенко готова на роль вот такого вот подарка россиянам на съедение. Но, вы знаете, тут есть вопросы. Поговаривают о том, что Россия недовольна вот этим транзитом, который планируется на 25-й год. Похоже, что все-таки Лукашенко согласился уйти на председателя всенародного собрания, оставив вместо кого-то себя президентом с врезанными полномочиями. Но, повторюсь, да, Россия все-таки заинтересована, чтобы это состоялось как можно быстрее. Поэтому, да, на Лукашенко давят. Но, с другой стороны, в принципе, что они на сегодняшний день могут сделать? Это не особо что. Да, они перестали как бы их финансировать. Но, я так понимаю, что Лукашенко с Путиным они достаточно наворовались за вот эти 28 лет правления. То есть, у них достаточно, в общем-то, жировая прослойка, что называется, наворованного. И вот сейчас, по нашей информации, из Беларуси как раз идет мощнейший отток капитала. Да, с одной стороны, Арабские Эмираты отвели целый банк, который обслуживает. Вот как раз мировая прачечная, которая обслуживает именно капитал белорусско-российский. Это раз. Ну и в России, в общем-то, много капитала выводится на удивление. То есть, это такой шаг безвыходности или что. Потому что Лукашенко-то явно пробовал и Китаю говорить, чтобы его деньги в работу взяли. Но сейчас у них остается, в общем-то, это одно направление, это африканское. А вот я вам про африканское направление сейчас скажу. Сейчас с медиаплатформы распространили видео. Это кадры падения российского транспортного самолета Ил-76 в Мали. И вот, внимание, 140 погибших, которые, вероятнее всего, были наемниками ЧВК «Вагнер». Как вам такое сообщение? О чем это говорит? Собственно, даже Лукашенко пытается влезть в этот передел. Лукашенко же имеет свой ЧВК «Гард», который, в принципе, был создан для защиты экономического интереса семьи и приближенных вип-персон. Но поймите, что ЧВК «Гард» по сравнению с «Вагнером» – это, собственно, детский сад и университет. Если ЧВК «Вагнер» можно назвать частной армией, полноценной армией, с огромной инфраструктурой, в том числе и с ботофермами, и чуть ли не со своими спутниками, то ЧВК «Гард» на этом фоне – это просто вооруженная охрана, и все, не более того. И сейчас часть представителей ЧВК «Вагнера», им предложено поступить, перейти в белорусский «Гард». «Гард», лоббируются интересы, собственно говоря, через… Лукашенко приглашал к себе где-то несколько недель назад. Приезжало по разной информации то ли 10, то ли 14 военных атташе именно африканских стран, посольства которых находятся в России. То есть, собственно говоря, вопрос и ставился о переделе имущества оставшегося ЧВК «Вагнер». И есть информация такая, пока не подтвержденная, о том, что некоторые страны рассматривают, что им обещают, что ЧВК «Гард» – это ничем не хуже, чем «Вагнер», и чтобы они переходили на обслуживание вот именно вот этого белорусского ЧВК. Вот такая ситуация. Внутри Белоруссии, смотрите, осталось в «Вагнеров» порядка тысячи человек, очень многие не вернулись из отпуска после ликвидации Пригожина, не вернулись в Беларусь. Порядка 600 человекам из «Вагнера» предложено перейти на службу в белорусские силовые структуры, на контракты Министерства обороны, внутренние войска. Но отмечают, вот белорусские офицеры отмечают такой факт, если сначала «Вагнера» для них были чуть ли не богами войны, то есть, ну, поймите, вот человек всю жизнь как бы готовившийся к войне, человек, имеющий огромный военный опыт, боевой опыт практически, они как бы так в разных категориях. И сначала белорусы и «Вагнеров» воспринимали именно вот таких, как суперэлиту какого-то спецназа. То немножко по взаимодейству, в пару месяцев они посмотрели, что, ну, как ты не пытайся из зэка сделать войну, но всё равно у него повадки остаются зэковские. То есть, на сегодняшний день у белорусов отношение к этим «Вагнеровцам», оно серьёзно уже девальвирует. Я не могу не поделиться с вами новостью о том, что Америка сегодня упразднила визы для граждан Израиля, а давайте порадуемся за израильтян и предположим, а при каких обстоятельствах эти визы Америка могла бы устранить для граждан Белоруссии и Украины? Ну, это интересный вопрос для граждан Белоруссии и Украины. Почему-то вот вспомнилась ситуация, у вас же была УНР, Украинская Народная Республика, у нас параллельно была БНР, Белорусская Народная Республика. Так вот, если у вас всё-таки клейноды власти УНР передала, да, Украине, то БНР вот это правительство и знание, оно не передало, оно не посчитало, что Беларусь достигла, в общем-то, того уровня демократии и необратимости процессов укрепления государства для того, чтобы можно было это передать. То есть они продолжают хранить, как бы, ну, вот ту традицию. И, соответственно, отсюда же параллель, что если бы мы соответствовали, соответствовали, в общем-то, цивилизованному взгляд на построение государства, на личные свободы граждан, тогда бы, возможно, в общем-то, американцы рассматривали такие варианты. Но на сегодняшний день это нереально. На сегодняшний день это нереально, потому что в Белоруссии продолжаются репрессии, причем осознанные, целенаправленные. Посмотрите, если 68-летние женщины за комментарии в социальной сети дают 4 года тюрьмы, это что? То есть, понимаете, в Белоруссии, ну, вот выступает, например, руководитель ГУБОПИКа, говорит о том, что мы не можем остановить репрессии, потому что если мы остановим репрессии, то те, кто против нас, начнут опять активно действовать. То есть, мы имеем тот, скажем так, тот строй, ту, скажем, ОПГ, преступную группировку, незаконно удерживающую власть, которая уже не стесняется, которая ничем не оправдывает. Раньше они говорили о какой-то законности, еще о чем-то. А на сегодняшний день похоже, что Лукашенко просто уже пользуется нарративом «я так хочу», значит, оно так и будет, и все. Он же, видимо, на самом деле принимает кадровые решения, по сути, сам, что на нем и все остальные терпят. Поэтому куда можно таких вот представлять, куда их можно запускать, в какой цивилизованный мир? Да, тут есть над чем подумать, и тем более есть над чем работать, в частности, белорусской оппозиции, которую вы и представляете сегодня в нашем эфире. Сергей Бульба, белорусский оппозиционер, спасибо вам за возможность услышать вашу точку зрения, я, казав, украинский класс, их буриты себя по городу, тримаемся, и до новых встреч. Спасибо огромное, и спасибо нашей аудитории за внимание и доверие к нашим каналам. Спасибо. Дякую, встречу наилепшую. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»